Всем привет! Я посмотрел результаты предсезонных матчей Зенита-Спартака в преддверии их очного матча. Конечно, я охерел этот результат. Спартак последние предсезонные матчи после Ростова выиграл у казахстанских клубов с счетом 19-0. А вот Зенит тоже играл с казахстанскими клубами и китайскими клубами. И тоже разгромил своих соперников. То есть, что Зенит, что Спартак на предсезонных матчах просто укатали в асфальт своих соперников. Причем там были не только казахстанские клубы или какие-либо еще, но там были другие азиатские клубы. Причем нужно понимать, что у Зенит-Спартак команды находились под нагрузкой. Реально под нагрузкой. И при этом они просто закатали в асфальт все эти клубы азиатские. И по мне это говорит о том, что азиатский футбол, даже по сравнению с нашим футболом российским, это вообще днище полное. Полное днище. Все их азиатские лиги чемпионов, все их чемпионаты Азии это дно. И очень хорошо, что мы туда не вступили. Казахстан, Туркмедискатстан, Узбекистан, все это дно без просвета. Не двойное дно, а тройное дно. Делать там абсолютно нам нечего. Мы вступили в азиатскую конфедерацию футбола. Во-первых, у нас были погромные перелеты. Огромные перелеты. Играть нам пришлось бы со всякими днарями. Вы же понимаете, что мы не только летали бы в Казахстан, Иран, Саводовскую Аравию. Мы бы летали и в Монголии всякие. Бутаны и тому подобные команды, которые ниже класса. Но отборочный матч надо было бы проводить. Представляете, сборная России собирается и летит в Монголию. Или в Индию. Но даже топовые команды, Казахстан, Китай, топовые команды в Азии, они по сравнению с нашими, сборные, это вообще днище беспросветное. А про клубы я вообще молчу. Наши клубы российские, они по сравнению с азиатскими, это вообще какой-то космос. Не надо приводить мне пример, пожалуйста, саудовские клубы. То, что там играет Роналдо и ходит по полю Бензема, это совершенно не означает, что эти клубы выиграют у того же Зенита и Спартака. Скорее всего, сгорят. Сгорят, скорее всего, крупно. Потому что от одного Роналдо и Бензема этих стариков мало что там меняется. Тот же Зенит с бразильцами просто раскатает на раз-два все эти альхилиады и тому подобное. Просто я посмотрел предсезонный матч, почесал, запрыгиваю, думаю, ну да, Зенит и Спартак находились под нагрузками. И причем раскатали так, что... А что было бы, если бы Зенит и Спартак не находились под нагрузками? Что там, какие счета были бы? Поэтому, конечно, азиатский футбол, особенно клубный, это, конечно, дно беспросветное и делает там абсолютно точно нечего. Ну и дополнение я еще раз приведу в качестве примера. Представьте, что мы бы играли в азиатских феврокубках, азиатская лига чемпионов, азиатский кубок федераций и тому подобное. Представляете, что наши клубы влетали туда на матчи? Представьте, что там какой-то там Ростов, да, ему надо было лететь на кубок АФК какого-нибудь, да, в Монголию. Или там в Зениту из Питера нужно было лететь в Мумбаи, там, или в Дели, там, в Индии, если кто-то знает, в Дели это солица Индии, вот куда-нибудь в Индию лететь. Представляете, для чего? Ну, чтобы там выиграть у этого, там, Индийского клуба с отсчетом, ну, не знаю, 8-0, да. Это, конечно, бредятельно, полнейшее было по поводу перехода в АФК, и в первую очередь, в связи с тем, что азиатский футбол это дно беспросветное, вообще, дно, дно, дно. Вот, и слава Богу, что мы там не оказались. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok